Мир вам, братья и сестры! Я благодарю Бога, что Господь еще продлевает дни жизни моей. Я хочу рассказать маленькое стихотворение «Благодарный христианин». Один христианин в мире жил и никогда ни о чем не тужил. Верил он, что Господь в милосердии своем правит миром и смело твердил. Слава Богу за то, что идет, как идет! Ведь и хуже могло бы идти, что поспешно затяганный днет, то потом благодать принесло. Если падало горе, как словно роса, на сухой и скалистый утес, Верил он, что лишь доброй шлют небеса и что пользы бывает от слез. Если засуха будет, твердил он толпе, это лучше бушующих вод. Слава Богу, мы ходим по твердой земле, а то волны уносят народ. Если воды вокруг заливают поля, говорил он печальным друзьям. Слава Богу, напитана влага земля и прибита несносная пыль. На все беды ответ находил золотой и себе, и другим. И, казалось, готов он меняться с судьбой и с глухим, и с слепым, и с немым. В молотилку попал и лишился ноги. У него неизменны слова. Слава Богу, досталось не так, как другим. Осталась на плечах голова. Позже, явясь со своим костылем, говорил он печальным друзьям. Много прибыли есть и в несчастье моем. Обувь стоит дешевле, чем вам. Перед смертью он руки скрестив на груди и промолвил с улыбкой живой. Хорошо потрудился я многие дни. Слава Богу, иду на покой. Так он жил, улыбаясь всегда и всему. Говорили соседи, его пережив. Если б даже носил за плечами суму, и тогда бы он был бы счастлив. Слава Богу, правда? Спасибо. 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 Спасибо.